В ГИБДД назвали трассы, где часто происходят аварии с животными. Часть жалоб в проблемном садике на Чапаево подтвердилась. И в Кирове прозвучат хиты «Металлики», «Есидиси» и «Нирваны». Все подробности далее. Эфир продолжит рубрика короткой строкой. В областной ГИБДД назвали трассы, где водители часто попадают в ДТП с животными. За последние 8 месяцев количество таких аварий резко возросло. В 44 ДТП погибли 2 человека, еще 11 получили травмы. Чаще всего аварии с участием животных происходят на загородных трассах в темное время суток. Водителям советуют быть особенно осторожными на федеральной трассе «Вятка», дорогах Киров-Советский-Иранск, Киров-Оричи, Киров-Перьм. Если на обочине появилось дикое животное, нужно остановиться, включить аварийку и подождать, когда оно уйдет. В детском садике на Чапаево, где родители жаловались на повара-сантехника, проведут анонимное анкетирование. В администрации сообщили, что часть жалоб от родителей уже подтвердились. Среди всех претензий – плохое качество питания, нехватка персонала, антисанитария, аварийные помещения и запах канализации. В рамках проверки садика департамент образования проведет анонимное анкетирование всех сотрудников. Напомним, родители говорят, что в садике творится полный бардак. Например, неделю назад еду их детям готовил сантехник. В беспорядках родители обвиняют новую заведующую. Россиянам запретят курить на балконах. В правительстве страны сообщили, что правило противопожарной безопасности изменится уже с 1 октября 2019 года. На балконах квартир, гостиницы и общежития нельзя будет использовать открытый огонь. Соответственно, россиянам нельзя будет курить, жарить шашлыки, зажигать свечи. Каким образом будут наказывать за эти нарушения, не уточняется. Хиты, металлики, ДДТ, Нирвана, Сплин, ACDC и других скоро в Кирве. В наш город едет симфонический оркестр премьер-окестра. Вместе с ведущими солистами оперных театров из Санкт-Петербурга будут исполнены все любимые песни в стиле рок. Рев гитар, благородство скрипок и море драйва. 30 сентября в ДК Родина. Начало в 19 часов. Санкт-Петербурга